А в неочередных президентских выборах в Казахстане высказали свое мнение и зарубежные эксперты, аналитики и политологи. По их оценкам, выборы помогут перезагрузке политической системы в стране. Подробнее в материале наших корреспондентов. В неочередные президентские выборы в Казахстане – это часть политической реформы и демократизации, считают иностранные политологи. Обозреватель бельгийского издания «Дипломатик Уорлд» отдельно отмечает большое участие в выборном процессе разных слоев общества, в прошлом не так активных в политике, например, женщины и молодежи. Все большие рекомендации международных организаций соблюдаются для большей прозрачности и вовлеченности в избирательный процесс. Ясно, что это длительный процесс, политические реформы не должны идти в качестве шоковой терапии. Мы видим рост интереса граждан в участии в политической жизни Казахстана. Мы наблюдаем процесс децентрализации политической власти, когда регионы и города имеют большую власть и влияние на то, как вести дела и участвовать в политической жизни. Лично я ожидаю, что явка на выборах будет очень высокой, выше, чем раньше, в особенности из-за большого количества событий в стране и мире. Явка будет хорошим знаком о здоровье политической системы страны. Французский геополитик, активно интересующийся регионом Центральной Азии, отдельно отметил реформу о введении семилетнего президентского мандата. Он считает, что за проведением досрочных выборов стоит намерение переформатировать политическую систему страны. Переход от двух пятилетних мандатов к одному семилетнему невозобновляемому предназначен в том числе для борьбы против семейственности, борьбы с монополией власти и отслеживанием более широкой альтернативы власти. Это решение подтверждается решением о проведении внеочередных президентских выборов вместо очередных планировавшихся в 2024 году. И все это, без сомнений, иллюстрирует обновление или намерение пересмотреть политическую и институциональную архитектуру страны. С этим месседжем согласен и политолог Себастьян Пейрус. Профессор международных отношений в Институте европейских, российских и евразийских исследований считает, что выборный процесс поможет перезагрузке политической системы. Эксперт прибыл в Казахстан в качестве наблюдателя. Наблюдатели от ОБСЕ будут следить за прозрачностью хода голосования, за соблюдением всех норм процесса. Мы с командой посетим около 10 участков из нашего списка. Заполним необходимые формы. Надеюсь на то, что выборы пройдут легитимно. Политологи и международные обозреватели делились своим мнением в ходе круглых столов, организованных за рубежом казахстанским внешнеполитическим ведомством и исследовательскими центрами. Экспертный круг отмечает большую включенность казахстанцев в политические вопросы и продвижение реформ для демократизации.